Это может стать ударной волной, которую люди даже не ждут, и, вероятно, даже не обращают на это внимание. Я прав? Я не думаю, что люди на это обращали внимание. Я думаю, что люди попросту устали. Думаю, что на этом рынке сейчас ничего не происходит. Это неинтересно. И в этот момент они упускают то, когда этот рынок взлетает, ожидая очаровательное движение. Добро пожаловать, ребята. Вы вместе с моим хорошим другом и трейдером Чарли Бёртоном. Встречайте. И в этом видео мой друг Чарли расскажет об интересных и важных графиках и происходящем развитии событий с пробитием крупнейшего уровня поддержки на этих ключевых графиках. Но главное, кое-что очень важное происходит на этих ключевых графиках, что может иметь огромное значение с выводами на несколько других графиков, которые также имеют корреляцию с этим. Понимаю, что может показаться немного запутанным и не совсем понятным, но Чарли нам все объяснит подробно и в деталях. О том, почему эти графики и то, что сейчас происходит на крупнейших рынках, имеют огромное и значительное влияние повсеместно по другим рынкам. Например, на золото, потенциально нефть, на некоторые рынки валют, например, евро. Так что, ребят, присоединяйтесь. Чарли, огромное спасибо, что пришел в гости. Как дела? Очень хорошо, большое спасибо. И более того, я очень рад быть в гостях у тебя, пообщаться в чате, большое спасибо. А я вот отдыхал после победы Англии в Евро 2024. Могу бесконечно об этом говорить. Прости, прости, чел. Чарли, перед тем, как мы пришли в это интервью, ты говорил по телефону, что на некоторых ключевых графиках кое-что происходит. Я думаю, что один ключевой график, который многие люди игнорируют, тот, что ты принес с собой, я думаю, что многие даже о нем не знают и не смотрят на него. Я думаю, что многие сейчас либо смотрят биткоин, либо фондовый рынок. Ну, может, кто-то смотрит на золото, кто-то, может быть, смотрит на серебро, драгоценные металлы. Но очень немногие, на мой взгляд, смотрят на график, что ты сейчас покажешь. Конкретно в этом выпуске. Что ж, давай-ка посмотрим, и ты расскажешь кое-что еще. И, кстати, ребят, перед тем, как Чарли нам покажет свои графики, обязательно не поленитесь и подпишитесь на канал CryptoCommands. Ведь ребята из кожи вон лезут, чтобы помимо креативного и полезного контента, видосы, подобно этим, выходили системно и в отличном качестве. Так что даже если вы знаете английский, и, может, даже раньше работали в грамма-полиции, зацените эти качественные переводы и озвучку, которые делаются специально качественно и оперативно, чтобы вам было интересно и весело. В общем, это график индекса доллара. И начну я свой рассказ с дневного графика. Прежде всего, я нанесу несколько трендовых линий прямо сюда и которые здесь частично есть. И на мгновение мы сейчас его закроем и с вами посмотрим на месячный график, чтобы мы вместе со зрителями могли увидеть то, что происходит с индексом доллара, потому что это очень важно. И дело вот в чем. Посмотрите, вы видите мою жирную голубую горизонтальную линию, которая находится примерно на уровне 1.03. Она пересекает эти исторические вершины, а также массивную зону проторговки, пересекающую эту голубую линию. И то, что происходило буквально за последний целый год, вы видите, что проторговка была буквально вокруг этой линии. Отскакивала немного, затем снова возвращалась. Но пробитие вверх чистого еще не получилось. Поэтому я думаю, что у нас остается шанс того, что это у нас не получится. Ведь сейчас мы с вами наблюдаем такие вещи, как начало сокращения инфляции, если говорить про США. И я думаю, что это станет здесь ключевым. Одно из того, что мы с вами видели, совсем недавно падение индекса потребительских цен, связано с тем, что индекс доллара падает. И если сейчас я вернусь на недельный график, то мы с вами можем увидеть трендовую линию, которая поднимается с 2021-го и прошла через эти места, где были тесты этой линии. И сейчас мы вернулись прямо к ней, фактически пытаясь ее пробить. Если я сейчас укрупню картинку, посмотрев на дневной график, то увидим, что мы начинаем ее сейчас прощупывать и пытаться пробить. Таким образом, я сейчас буквально ожидаю следующее. С точки зрения технического анализа, эта зона, в которой мы близко находимся, около 1.04, и которую мы пытаемся пробить, я думаю, является очень легким движением в направлении к 1.03. Таким образом, с точки зрения технического анализа, да, в ближайшие дни или какое-то время мы можем легко отскочить вверх. Но с учетом того, что мы отскочили не так далеко, я все-таки вижу это как технический пробой, который направит индекс доллара в направлении к 1.03. Но что здесь еще более важно, 1.03 — это первая часть. Я ожидаю пробитие индекса доллара гораздо глубже, чем это значение. Если мы с вами посмотрим на месячный график, то я ожидаю спуск вниз к уровню 100 и потенциально даже ниже. То есть довольно значительных движений. Но что все это означает? Что для нас это говорит? Еще. В общем, это значит то, что пара, например, фунта стерлингов к доллару должна продолжить движение еще выше. И на самом деле для нас здесь есть подсказки. Если мы с вами посмотрим на дневной график и посмотрим, например, на пару фунта к доллару. Посмотри, пара фунта к доллару сделала только что новую максимум за год. На недельном графике мы видим новую вершину с очень сильным закрытием. Но если мы с вами посмотрим на пару евро к доллару, это вообще буквально рвет все шаблоны. Это история с французскими выборами. Эта ситуация буквально путает все карты. Да. Переворачивая картину верном. Да, интересный момент, вот ты упомянул французские выборы. Ты слышал о спекуляциях на тему того, что партия, которая в итоге победила, приведет к тому, что евро начнет падать? Да. Повсеместно. Везде кругом об этом говорят. В точке зрения настроений и точки зрения противоречивых чувств, многие макроаналитики сходятся в том, что евро снова откатится и вернется к паритету к доллару. И что в итоге происходит? Евро снова поднялось к 1.09. Чарли, причина, по которой я это упомянул, заключается в том, что так много людей думают, что рынки являются программируемыми, линейными и предсказуемыми. Вот прям буквально, как ты сказал. Я, кстати, очень рад, что ты это упомянул. Ведь действительно, многие думают, что манера движения рынков линейна. Поэтому, если что-то похожее происходит в фундаментальных показателях и новостях, то значит, о, рынки сделают это. Они думают, они реально считают, что причиной действий являются некоторые события. Если в новостях произошло это, рынок пойдет так. Как бы в виде линейной зависимости, предсказуемо, на манеру того, как поступают люди. То, как мы думаем, другими словами, рационально. Но, как ты правильно сказал, с действительностью это ничего не имеет общего. Рынки не рациональны, относительно того, как мы думаем. Рынки не линейны, они хаотичны и непредсказуемы. Так что рад, что ты это упомянул, Чарли, спасибо. Так что да, ну, в общем, то есть, к примеру, австралийский доллар. Посмотри, кстати, пара австралийского доллара к американскому также имеет максимум за год. То есть, повсеместно, мы видим значительные максимумы. И если мы посмотрим на индекс доллара, почему это все-таки важно? Это нас предупреждает, что на парах валют, которые, возможно, мы будем трейдить, австралийского доллара, евро, фунты к доллару. В общем, все, что это нам показывает, на самом деле, что значит? А то, что если индекс доллара опустится к сотне, если мы с вами вернемся на месячный график, и если мы предположим, что в будущем месяце он достигнет уровня в 100, то во что это выльется? А то, что может произойти с парами, например, фунта к доллару, и, скажем, паре евро к доллару. Это, вероятно, пара евро к доллару поднимет на уровень 113-114, то есть значительно выше, чем уровень, который мы сейчас видим. А пара фунта к доллару вообще улетит на 133. Опять же, значительно выше уровней вот этих, если мы с вами посмотрим на месячном графике. Уровень 1.33 для фунта к доллару находится на очень высокой исторической зоне. В настоящий момент с долларом происходит очень много разных вещей. И если ожидаемая инфляция все-таки начнет падать, а уровень безработицы будет подниматься, то мы с вами можем увидеть продолжение ослабления доллара, и вот, что я сейчас ожидаю. Таким образом, я считаю, что в настоящий момент эта картина графиков очаровательна. Так что речь идет не только о индексе доллара, это в целом речь о индексе. После чего мы переходим к индивидуальным парам валют, которые также выглядят интересными. Да-да-да, очень вероятно. Кстати, если мы с вами посмотрим на пару к серебру, ведь очень много сейчас разговоров на ютубе относительно серебра. Таким образом, предположительные движения доллара вниз образуют верхнаправленное давление на драгоценные металлы, такие, как золото и серебро. Что ты думаешь о доллару? Не побычье или в долгосрочной перспективе? На серебро я смотрю при любых раскладах побычье, и все из-за этой крупной картинки на месячном графике, происходящей здесь и сейчас. Но на самом деле, говоря о крупной картинке серебра, которая в ближайшем будущем приблизится к историческим максимумам, опять же делает данный график очень бычьим. Мы преодолели вот эту трендовую линию лишь несколько месяцев назад. Мы преодолели эту предыдущую вершину, буквально предыдущие 1-2 месяца. Поэтому, повторюсь, данный график выглядит очень побычье. Поэтому, если кому-то нравится серебро или золото, то для вас полно места для движения вверх. Следующий уровень сопротивления находится на 34-35, что соответствует верхам 2012-го, что станет следующей целевой зоной для наблюдений и для преодоления. Но это все анализ крупной картинки. Но о детали говорить сложно, ведь потому что... Я не могу сказать, сколько потребуется времени, ведь это все может произойти за месяц, или... Ну, то есть это все может произойти за месяц, а может на это потребоваться 5 месяцев. Но анализ подсказывает, что график выглядит очень побычье и очень похож на золото. Интересно. Большое спасибо. Так что, Чарли, как мы с тобой видели, если определенно ты прав, что доллар пробивает поддержку и сейчас готовится идти вниз, пробивая трендовую линию поддержки, то это образует давление вверх, как мы поняли, на валюты, евро к доллару, фунт к доллару, и определенно золото, золото и серебро. Так же. Так что это может стать ударной волной, которую люди даже не ждут, и, вероятно, даже не обращают на это внимания. Я прав? Я не думаю, что люди на это обращали внимание, потому что и доллар, и эти валюты, по причине того, что они торгуются к доллару, по сути, находились в консолидации в течение последнего года. Они находились также в небольших диапазонах. В итоге волатильность была очень маленькой. Например, годовой средний диапазон пары фунта к доллару составляет 2100 базисных пунктов. А все, что было в этом диапазоне, это 500-600 базисных пунктов. Так что места полно, и это не обязательно должно быть 2000. Но даже для того, чтобы добраться к половине этого, есть еще 500-600 базисных пунктов, чтобы добраться до половины. Так что места еще предостаточно. И я думаю, что люди попросту устали. Думаю, что на этом рынке сейчас ничего не происходит. Это неинтересно. И в этот момент они упускают то, когда этот рынок взлетает, ожидая очаровательное движение. Так что да, я думаю, что многие люди на это не обращают внимания. И да, фунт уже вырывается. Нефть вырывается. Евро на грани того, чтобы вырваться. А сам по себе индекс доллара в настоящий момент на краешке того, чтобы упасть вниз. Так что нас ожидают очаровательное движение. Очень круто, Чарли. Большое спасибо. Спасибо, что пригласил. Субтитры сделал DimaTorzok